Два тура идут соревнования. Легкий мороз и солнце. Погода для рыбалки почти идеальная. Единственное, что немного осложняет жизнь, слишком большой столь, да, говорят участники. Местами его толщина превышает один метр. Труднее всего в таких условиях приходится представительницам прекрасного пола. В турнире они участвуют на общих основаниях и поблажив со стороны соперников мужчин не ждут. Даже в честь недавнего праздника. Его, кстати, некоторые из девушек провели в подготовке к чемпионату. Ага, и весь этот международный железный день я готовила себе приманки. Целый день молола, соединяла, пыталась что-то придумать, что-то там послушать кого-то. И людей, которые в этом хорошо разбираются. И составляла ингредиенты для сегодняшнего дня. Так что, все 8 марта прошло в подготовке. Всего в чемпионате республики, который получил статус открытого, приняли участие около 80 рыболовов. Причем не только из Башкортостана, но также из Челябинской области и Пермского края. В рамках чемпионата состоялись два турнира в личном и командном зачетах. Критерий оценки, по сути, один. Чем больше суммарный вес улова, тем выше место в итоговом протоколе. А вот сами правила соревнований гораздо строже. За ходом турнира следит целая бригада судей. За несоблюдение пятиметровой дистанции. Так, тоже предупреждение? Да. Давай оформлять протокол. За замечание можно получить, или предупреждение, бурение в необозначенной лунке, то есть лошком. Передвижение к зоне начала соревнований с незачехленным буром. Незабуренный бур. Это в первую очередь безопасно. Сами спортсменов, участников соревнований. Соревнования проходят в два этапа, суммарная продолжительность которых составляет пять часов. За это время каждый участник может пробурить до 20 лунок. При этом находиться они могут не ближе пяти метров друг от друга. Для того, чтобы обеспечить соревнованиям такой размах, организаторам пришлось постараться. По условиям чемпионата республики, территория озера Упкан была поделена на шесть равных зон. В итоге на каждого рыбака пришлось по 400 квадратных метров льда. А общая площадь, задействована под соревнования, составила почти пять гектаров. Этот турнир стал завершающим в зимнем сезоне. И он уже признан одним из самых успешных в истории развития зимнего рыболовного спорта в республике. На чемпионате России, проходившем в Курске 3 марта этого года. Наша команда заняла 19 место. Но мы первый раз поехали на Россию. Я считаю, ребята выступили неплохо. Два килограмма 321 грамм. Такой лов обеспечил первое место в командном зачете спортсменам из Челябинска. Второе место у рыболовов из Стрелитамака. А вот в личном зачете равных не нашлось представителям нашей республики, которые завоевали два первых места. Мурат Зарипов, Марат Кашапов. Вести. Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова